МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги дня в информационной программе события. С вами Александр Новиков. Здравствуйте. С жутких новостей начался сегодняшний день. 12 июля в Жуковском районе утонул 10-летний ребенок. В этот же день в Рогнеденском районе на водоеме погибли сразу двое. Брат и сестра, 8-летний мальчик и 11-летняя девочка. Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних детей. По версии следствия, 12 июля сего года в селе Осовик Рогнеденского района 8-летний мальчик на велосипеде выехал из дома для прогулки. Однако по имеющейся с дедушкой договоренности домой через полчаса не вернулся. Дедушка для поиска внука на велосипеде отправил его 11-летнюю сестру. В дальнейшем, не дождавшись обоих, он направился на их поиски. В ходе поисков на дамбе озера в черте села Осовик обнаружил два велосипеда, принадлежащих несовершеннолетним внукам. В воде у дамбы он нашел тело мальчика и о произошедшем сообщил в полицию. По предварительным данным, смерть мальчика наступила от утопления в воде. На берегу водоема была обнаружена обувь девочки. Первоначальные поисковые мероприятия тела девочки результата не дали, однако в настоящее время его удалось обнаружить на дне озера неподалеку от места утопления брата. Предварительное следствие продолжается. Поэтому призываем родителей, бабушек, дедушек несовершеннолетних в летний период тщательно следить за поведением детей, находящихся на каникулах, во избежание несчастных случаев не отпускать их одних к водоемам. В связи с повсеместным установившимся на территории Брянской области жаркой погодой возрос риск выхода гибель людей на водных объектах. Главное управление России МЧС в Брянской области предупреждает граждан установить за своими детьми жесточайший контроль в части выхода детей без присмотра на водные объекты. Только за последнюю неделю на водоемах погибли трое несовершеннолетних. Всего с начала года утонуло более 30 человек. Важно из этих уроков сделать выводы и защитить детей от беды. В Брянской области начались грандиозные празднования Дня поля 2018. Гостей принимает поселок Кокино. Ожидается до 10 тысяч посетителей. Мероприятие является своеобразным двигателем развития аграрной отрасли региона. На Брянском поле представлена продукция и услуги для успешного ведения сельского хозяйства. Современная техника, средства защиты, семена перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и многое другое. Сегодня организаторов и гостей Дня Брянского поля поздравил министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Уважаемые участники, гости и организаторы, поздравляю вас с открытием 9-й межрегиональной агропромышленной выставки «День Брянского поля 2018». Брянская область является одним из крупнейших аграрных регионов Центральной России, обеспечивающим стабильные результаты по сбору зерна и другой продукции растеневодства. Наша главная цель – сохранить позитивную динамику и нарастить объемы производства отечественной сельхозпродукции и обратить внимание на развитие перспективных аграрных направлений. Это даст возможность региону укрепить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Желаю интересной плодотворной работы, взаимовыгодного сотрудничества, успехов во всех начинаниях и хороших урожаев. В числе первых гостей Брянского поля официальная делегация во главе с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Познакомиться с достижениями брянских сельхозтоваропроизводителей приехали представители Министерства сельского хозяйства России, соседи белорусы, аграрии из разных уголков нашей страны. Межрегиональная агропромышленная выставка-демонстрация уже в третий раз проходит на базе Брянского государственного аграрного университета. В этом году она собрала более 200 российских и зарубежных компаний, производителей сельскохозяйственной техники, семян, средств защиты, растений, ведущих предприятий, перерабатывающих. День Брянского поля проводится в девятый раз. Сегодня, видя этот масштаб, трудно поверить, что в 2010 году все начиналось с небольшой выставки и шести участников. Десятки красочных подворий. Как и положено хозяину, самая масштабная площадка у Выгонеческого района. Сегодня он принимает гостей. В селе Кокино День Брянского поля получил прописку в третий раз. Радушный прием и щедрые угощения. Больше 55 миллиардов инвестиций, 6,5 тысяч рабочих мест и 210 миллионов налоговых отчислений. Это о работе одного из проектов компании «Мираторг» в Брянской области по производству говядины. А еще птицеводство, современные откормочные площадки, заводы по переработке и выпуску готовой продукции. Во-первых, замена импорту. Во-вторых, поставки брянского продукта по всему миру. Нам выпала уникальная возможность внедрить свои научные разработки непосредственно на опытном поле, в Дню Брянского поля. И показать самые современные технологии, технологии возделывания сельскохозяйственной культуры. Скромница, гусар, пересвет и сток. Это о сортах малины и смородины. Брянская селекция. Все на базе нашего аграрного университета. Кузница кадров и мозги сельхозотрасли региона. Брянский хлеб, молоко, сыр. Что не предприятие, то бренд. Наш сыр Стародубский сегодня трудится и в рынке. Мы занимаем первое место по реализации сыра в России. Молочко собираем со всех соседних регионов. Всем помогаем. И, конечно, их кормим нашими сырами. От Крыма до Владивостока. В качестве и безопасности уверены. На товарах смело можно ставить знак «ЭКО». До сцены дойти не успели. Начался дождь. Как заметили, аграрий благодатный. Не только современные технологии и тень хозяина в поле – гарантия успеха. Такие подарки природы – тоже залог хорошего урожая. Сегодня у нас праздник. Нам даже дождь помогает. Нам дождь помогает, чтобы на Брянщине и в этом году был урожай. Потому что все мы знаем, что сегодня та погода, та засуха, которая накрыла нашу Россию, мы недополучаем 30% урожая. А в Брянской области мы планируем в этом году получить выше, чем было в прошлом году. В прошлом году мы произвели 413 тысяч тонн мяса. 1 миллион 490 тысяч тонн картофеля. И, что немаловажно, я говорю это с гордостью, мы в прошлом году произвели 1 миллион 850 тысяч тонн зерновых. Мы, как я уже сказал, не только картофельная столица. Мы и уже сегодня и житница России. И вот те цели и задачи, которые мы ставим перед собой – получение 3 миллионов тонн зерна к 2020 году. Мы к этому действительно обманомерно и очень динамично движемся вперед, проводя дни поля. Каждые семинары, будь то по рапсу, по пшенице, по производству кукурузы, мы это делаем целенаправленно. Мы учим наших сельхозпроизводителей, как быть сегодня успешным. Мы действительно притворяем те задачи, которые ставит наш президент, наш национальный лидер по обеспечению к 2020 году наших жителей, нашей страны качественными и дешевыми продуктами. На полях Брянской области сегодня зреет хороший урожай. И есть сегодня прогноз, что Брянская область в этом году получит урожай выше, чем в предшествующие годы. Всё это благодаря передовым технологиям, науке и всех тех, кто сегодня работает на этой земле. Интерес ко дню Брянского поля проявляют аграрии со всей страны и соседи белорусы – давние партнёры Брянской области. Ещё совсем недавно мы приезжали на этот праздник, который был областной и сельскохозяйственной ярмаркой. То есть сегодня это международная площадка, на которой мы сегодня обмениваемся самыми современными технологиями производства и возделывания и реализации продуктов питания. Темпы развития наших соседей, они просто впечатляющие. Если раньше Александр Васильевич отмечал, что мы смотрели в сторону белорусов и много чего заимствовали, то на сегодняшний день белорусы всё чаще и чаще засматриваются, как же эти замечательные плоды труда получили и каким образом опыт перенести на белорусскую землю. Кормы и зерноуборочные комбайны, селки, установки для внесения удобрений и полива, осмотр современной техники – львиная доля отечественного производства. Сегодня сельхозтоваропроизводители выбирают именно российские модели. Привлекает и цена, и качество. Пока в небе парит самолёт сельхозавиации, на земле знакомятся с лучшими образцами отечественной и зарубежной селекции. 300 гектаров опытных угодий Брянского аграрного университета. Здесь представлены все культуры – зерновые, картофель, кукуруза. Начиналось всё, как обучающий семинар. Вырос он до ВДНХ – презентацию успеха в Брянской области в сельском хозяйстве. Именно здесь тестируют новые сорта, подбирают оптимальные средства защиты растений, удобрения, управляют урожайностью. На этой базе учатся студенты. Мы приняли решение три года назад проводить здесь День поля, чтобы наши студенты, которые обучаются в нашем аграрном вузе, чтобы они наглядно видели перспективы сельского хозяйства. Чтобы для них было понятно с института, что сельское хозяйство – не черная дыра. Это перспективный высокодоходный бизнес. Но чтобы он был перспективным высокодоходным бизнесом, должны на полях работать современные технологии, должен быть новый подход к земле. Выпускники Брянской сельхозакадемии – уже востребованные специалисты. А по применению передовых методов выращивания нашим аграриям впору давать мастер-классы. У нас каждым годом все больше и больше присутствуют компании, которые хотят участвовать в нашем Брянском поле. Это говорит о том, что Брянская область сегодня интересна для производителей семян, производителей удобрений, средств защиты растений, для почвообрабатывающих, кто производит технику, тех же трактора, те же комбайны для уборки, и зерновые, и кормоуборочные. Это говорит о том, что Брянская область развивается. Она с каждым годом все больше и больше прирастает технологиями. Это и есть новая эра сельского хозяйства Брянщины. Поэтому по силам взять новую высоту, провести общероссийский день поля на Брянской земле. У нас объявлен конкурс в настоящее время по следующему дню поля. Поэтому я думаю, что Брянская область может поучаствовать в этом конкурсе. И вполне возможно, что Брянская область может выиграть. Елена Лыщицкая, Владимир Сидоров. События. Выгонеческий район. Смородина для аллергиков. Картофель, который не темнеет. Дрожжи вместо удобрений. Своими новейшими достижениями в сельскохозяйственной науке в день Брянского поля делились ученые Аграрного университета, а также крупных исследовательских центров России и Республики Беларусь. Александра Седачева узнала о самых свежих агроновинках. Кладезь научных достижений представил Брянский аграрный университет. Росцепь ягодных культур, малина, смородина. Всего около 30 сортов. Востребованы в самых разных регионах России. Эта продукция, она высоко ценится. Она идет сейчас даже в Крым. Запросили на Урал, за Уралье, Тульская область. И, собственно, наши фермеры. Очень большой заказ. Потому как, вы представляете, урожайность этой малины составляет 120 и более центнеров. Из стекла выходит и в стекло попадает. Ягодные культуры проходят путь от пробирки до баночек варенья. Мы делаем сейчас и яблочное пюре, и организуем сухофрукты. То есть вот эта продукция востребована, она экологически безопасна. Одна из свежих разработок по зерновым – третикалия, сорт «Атлант». Урожайность 150 центнеров и более. Масса зерна в колосе составляет до 3,5 граммов. В центре внимания брянских ученых – технологии повышения качества и витаминной ценности сельхозкультур. Весь капустный ряд – это и брокколи цветная, это салаты всевозможные. И вот вы видите, весь овощной цикл – это витаминная продукция, та продукция, которая дает здоровье нации. Уникальное достижение Кокинского опорного пункта – неокрашенный сорт смородины. Выведен специально для людей с аллергией. Мы вначале попробовали работать со смородиной белой, но при глубоком изучении, расщеплении, это уже научные работы пошли, смородин черных, есть формы в рецессиве, которые дают неокрашенные плоды. Они по размеру такие же, как красные, то есть не очень крупные, но они, как правило, все сладкие. Инженеры университета представили свои ноу-хау, научились экономно менять запчасти сельхозтехники. Чтобы не тратить деньги, не покупать дорогостоящие лемеха, отвалы, наши ученые, наши аспиранты придумали особый способ продолжения жизни этих рабочих органов. Это связано с наплавкой, с армированием, с обработкой тех частей, которые выходят из строя. Чудо-разработку на базе Брянского университета испытал Минский дрожжевой комбинат. Братья-белорусы рассказали, как известная поговорка помогла создать целое производство. Слоган «Растет, как на дрожжах». И с поколем века люди используют дрожжи для полива в частных подворьях. Но мы немножко тут доработали, немножко вывели новые штаммы дрожжей, для того, чтобы это было более эффективно, высушили и получили такой вот регулятор роста. Рост момент повышает урожайность овощных и зерновых культур до 30%. На опытных площадках университета участки спеющих пшеницы, ржи, гречи, хельна. Испытания в условиях нашего климата проходят белорусские сорта. Мы охотно ведем сотрудничество с Баранской областью. Мы заключили совместный договор с Баранским аграрным университетом на селекцию сортов зерновых культур. И передали два сорта азимой пшеницы совместной селекции. Это ОДА-16 и ЛЕГИС-16 как совместные сорта, которые сегодня успешно проходят государственные испытания. И я думаю, что эти сорта будут включены в государственный реестр по Баранской области. Весенняя засуха внесла коррективы, но несмотря на погоду, с этого поля азим их планируют получить до 80 центнеров с гектара. Особое внимание многих сельхозпроизводителей к картофельным полям. Ученые агроуниверситета высадили около 50 сортов второго хлеба. Российские сорта, новые сорта, которые выращены фирмой Докогенная инженерия в Подмосковье, они показались очень хорошо и по ботве, как можно увидеть, и по клубням. И они, я думаю, способны конкурировать с иностранными фирмами. А из сортов, идущих в переработку, в лидерах голландские, которые при разрезе не темнеют. Высокобелковая бобовая культура люпин – достижение брянских ученых. Сегодня наши сорта растут за северным полярным кругом и в условиях южной засухи. В связи с изменением климата количество осадковопадающих становится все меньше и меньше в течение эвитационного периода. И получение оптимального урожая для вот таких засушливых условий – это наша главная задача. И верх достижений российской науки – стартап ученых из Сколково – точное земледелие. Контроль за ростом сельхозкультур через спутник. То есть агроном-пользователь создает контур своего поля и со спутникового снимка может определить здоровье своей культуры, где у него мало-много удобрений, дифференцированно вносить удобрения, определять появление ранее жуков, вредителей, болезней и прочие вещи. То есть онлайн не вставая из-за компьютера, работать полем и повышать маржинальность своего хозяйства. И все это за разумные деньги. Сервис в максимальной комплектации обойдется сельхозпроизводителю всего за 50 рублей на гектар в год. В перспективе создать опережающую технологию выявления болезней и вредителей. День Брянского поля 2018 подтянул на свои площадки лучшие разработки отечественной науки и техники. Их, как горячие пирожки, разбирали аграрии, брянщины и других регионов. Александра Седачева, Игорь Венчук, Владимир Сидоров. События. Выгонческий район. День Брянского поля. Не только деловая площадка для аграриев, но и море развлечений для брянцев и гостей Кокина. В праздник окунулся Андрей Мамошин. Повсюду песни, пляски в национальных костюмах, запахи угощений, которые манят в подворье. И вообще в эти дни Кокинская земля становится центром притяжения для гостей из разных городов России и других стран. Посмотрите, сколько здесь машин. Москва, Калуга, Тула. И, конечно же, наши постоянные гости, братья Сибры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Русская традиция. Здесь все пропитано этим духом. Дядя Миша на многих больших гуляниях удивляет своими музыкальными инструментами. Не просто делает их, играет. Под его желейку хочется пуститься в пляс. Кстати, дядя Миша на дне Брянского поля впервые. Праздник очень отличный, многолюдный. Выставки хорошие тут все. И здесь все живое, настоящее. Даже колобок из сказки настоящий. Его можно съесть. Эти все произведения сделали наши технологи. Они с любовью выпекали каждое деревце, каждую мелочь. И мне кажется, им удалось. Мы очень рады, что мы попали на этот праздник. И безусловно, этот праздник семейный. Здесь есть все, чтобы занять детей. Батуты, аквагрим, игрушки, сувениры, сладости. Настроение замечательное. Праздник прекрасный. С погодой вроде немножко повезло. Все организовано здесь для детей. И все очень интересно. Есть и показано наше руссконародное творчество. То есть те же самые куколки мы интересуемся. С утра мы очень сильно собирались. Все не давали покоя, когда поедем. Ну, собрались, приехали. Все хотят, мои внуки, покататься, посмотреть все. Вон на шаре покататься. Есть ребята, сочетающие веселье с делом. Уже идут с добычей. Прикупили саженцев малины. Хвалите, показали, какая она хорошая, крупная. И вот это самое. Взяли, попробуем. Тут, извините меня, тут что техника, что торговые палатки. Тут прекрасно. Кокина собирает десятки журналистов из разных городов России и ближнего зарубежья. В атмосфере праздника наши воронежские коллеги. С каждым годом набирает обороты ваше брянское поле, назовем так. Оно становится интереснее, многообразнее. А что самое интересное, я вижу, люди, которые появляются здесь. Главное, появляются новые лица. На общем фоне тех ярмарок, тех выставок, которые проходят по всей стране, четко свою позицию занимает в этом сегменте брянское поле. И продолжает удивлять своих гостей. Мы уже идем на ароматы трав, малины, земляники, ежевики. Тульская ягодная компания тесно сотрудничает с брянским аграрным вузом. И сегодня радует брянцев чаем, в том числе и из наших брянских ягод. На празднике День Брянского поля царит такая добрая, дружелюбная атмосфера, что вы знаете, наши коллеги из Тулы подарили нам настоящую брянскую малину. Одно из развлечений в рамках Дня поля подготовил завод Кировец. Любой желающий может присесть за один из старейших русских тракторов Путиловец и сфотографироваться. Агропромышленная выставка дарит своим гостям два дня веселья, танцев, песен и конкурсов. Праздник, который надолго останется в памяти. Мы желаем счастья вам! Мы желаем счастья вам! Мы желаем счастья вам! Андрей Мамошин, Анатолий Чекрыгин. События в Ивенический район. Итоги межрегиональной выставки День поля мы подведем в ближайших выпусках программы События. Ну а выпуск продолжат новости экономики и прогноз погоды. Не переключайтесь. Эго! Эгоист! Эгоист! Эгоист!